здрасте добрый день михайлова да как он там он посмотрите давайте лучше я покажу там покороче уверены все время знаете когда люди говорят покороче не все время но зачастую бывает по длиннее нормально мы поехали раз нормально показывает как говорите держит и арки да здесь получается на его налево хотя можно как ехать в итоге налево или направо налево а и и и и и и и и и на перегрёздке на следующем только лучший таксопарк только такси хайп ждем именно тебя ватсап и телеграм в описании приходи подключим тебя за три секунды выводить будешь бабки когда захочешь ежедневно и ежечасно ежеминутно и у нас очень крутая служба поддержки жду пиши у вас здесь не проехать здесь перекопано все вот я про что он и говорил понимаете вот такая ситуация вот вы говорите что знаете короткий путь в итоге вы его не знаете дорожная ситуация меняется это все понятно вы-то не знали что перекопано но у вас строится по фиксированное оплате маршрут вы платите конкретно за расстояние и одно из преимуществ точнее преимущество одна один из моментов вот это вот этой вот дешевизны тарифов это то что мы едем четко без всяких вот заездов проездов объездов а сейчас получается что я должен этот какая разница поехали развернемся не она мы-то понятно развернешь меня-то проеду больше километров и больше времени затрачу на это понимаете и чего в итоге мы поехали по короткому пути а он оказывается длиннее в том что не знаю во сколько раз сейчас слушайте ну что делать поехали не а что делать я не знаю чё делать я наблюдая не знаю в черт таки ситуациях делать же но мне по карте аплодах я понимаю что по карте я вас могу здесь высадите вас пишется ровно столько денег сколько мы приехали к нам рядом где мы сюда вы то может приехали не что я просто объясняю ситуацию при при которой вот так делать лучше не нужно понимаете вот вы вы уверяете в то что вы знаете все а в итоге вы ничего не знаете о страдаете то не вы страдаю я вам то все равно вас как заплатили эти там деньги так и заплатите а я проеду большее расстояние вы готовы мне доплатить нет я не готов доплатить уже заплатил поехали не это понятно что вот видите вы еще не готовы заплатить отлично то есть я работаю бесплатно потом говорят что таксисты жадные твари все в чем жадность то заключается в том что я наматываю лишние круги а мне никто это не компенсирует я должен входить в положение каждого он видите все разворачиваются мне никто не может там проехать я не знаю что делать я не хочу вас вести просто понимаете за это просто не хочу везти кому вы звоните президенту я вот здесь просто высажусь что нет нет кому звонить это оператору оператор прошу не родителям алё здравствуйте такая проблема произошло то что таксист не хочет не везти ну не доехал до точки и не хочет вы объясните почему я это сделал я хочу везти вас но вы должны доплатить вы доплатить отказываетесь он просит доплату я прошу доплату скажите что вы изменили маршрут уж не говорите это не говорить какой какой вас машины каптюр нет мы просто ехали и получается заехали в тупик дальше водитель не хочет разворачиваться и я хочу разворачиваться вы не хотите мне за это доплатить просто-напросто вы говорите правду какой странный в чем странность то моя дайте я поговорю нет нет дайте я поговорю с оператором просто еще трубку мне дайте и что делать телефон давайте я поговорю с ним на смысле телефон давайте я поговорю о смысле в диалоге я что телефон у хамид кричит в смысле хамид кричит чего все стали опухли девушка слышит да мне все равно что она слышит я нормально разговариваю дайте телефон я объясню ситуацию и не собираюсь ездить бесплатно круги наматывать вы лукавить и не говорите правду а сейчас вы приходит так что я на повышенных тонах разговариваю так я-то адекватно это вы неадекватный вы меня выводите просто на эмоции вот и все слышали 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 хорошо в общем девушка сказала чтобы вы ехали с вами рассчитается потом кто это сам рассчитается она мне потому что она мне позвонит я скажу я это самое поеду после девушку а как у нас там что она сказал что недоплата будет что ли да это все понятно пускай нам не позвонит перезванивайте пускай нам не звонок сделает и тогда я буду и тогда я вас повезу но как так то может быть вы с подруги свои звонили не редак не поеду точно или вы давайте я поговорю мне свой телефон не даете раз ответственно с ней поговорю за мы все в чем проблема как меня утомляют эти вот-вот вы себе представить не можете за что до меня утомляет вот эти вот эта ситуация чем я вы сами попросили изменить маршрут мы его изменили мы попали в задницу хотели как лучше пускай это ответственность на вас ляжет они на меня блять что-то орешь то выходить из машины выходить из меня довезите пожалуйста меня до маршрута я не поеду значит я буду из машины реки прогрессе нет вопросов сиди здесь берет просто пока мы чтобы экономия вообще не делается на дверь я открою даже и попрошу вас уйти нормально я не выйду но это принципиально уже с этим ужин пожалуйста довезите реально я могу принципиально очень много всяких вещей делать например монтировку ебать по голове так нормально будет чего блин я говорю я могу принципиально монтировка выгибать по голове в дело в принципе ты ебнутым уже ключа ну кому как возможно ебнутый но я не думаю что вот сейчас вам нужен конфликт там за 150 рублей да и вот эта драка возня вот это нужно если нужно я впишу серьезно я блять я вот это сейчас принц это не принципиальный вопрос давай пишите выходи Музыка Чё? Чё за 50 рублей, серьёзно? Да, 50? Чё за 50 рублей, блять, серьёзно? потому что 50 рублей с одного человека для небольшие деньги это смотри 50 рублей с одного человека это небольшие деньги блин а вот эти таких как вы это огромные деньги понимаете это 1000 рублей а таких встречается очень-очень много понимаешь ты вы поймете еще что когда вас заставит делать в будущем или не знаю не дай бог какие лишние вещи которые реально не хочется браться с бесплатно вы поймете что я прав понимаете а в такси это происходит постоянно ну блин реально постоянно цена вопроса 50 рублей вы показали не в нем неправильную дорогу как оказалось я поди повелся поехал 50 рублей сверху и нет конфликта а мы сейчас получается мне настроение испортили сейчас этот оператор хер знает что она там со мной сделает заблокировать не заблокирует как бы и и чего в итоге и вы показались не с хорошей стороны а так сейчас все мы разрулили 50 рублей сверху я везу все . базара нет и все довольны дружище давай только без этого без охереваю они уже нет пати полтинь кто может быть ты дал как бы еще пока не дал но с курением мы точно не будем ладно потому что это уже начинается как-то это знаешь какая-то англичане это ту матч поэтому давай закончим ладно вот вот Продолжение следует...